Матч группы «Ц» примет сегодня Екатеринбург. В шесть вечера по московскому времени начнется игра «Франция-Перу». В случае победы «Франция» получат путевку в плей-офф. У «Перу» ситуация сложнее. После поражения на старте чемпионата, чтобы снова вступить в борьбу за выход из группы, нужно только выиграть. В Екатеринбурге работает Анна Лазарева. Она сейчас с нами на прямой связи. Анна, день добрый. Расскажите, сколько французских и перуанских болельщиков приехали в Екатеринбург и как им уральское гостеприимство. Коллеги, приветствую вас. Но перуанских болельщиков приехало в разы больше, чем французы. Французов примерно 2-3 тысячи. Ну, а перуанцев 1020-1030, наверное. Но перуанцы собирались здесь устроить праздничное шествие. Могла помешать погода. Здесь сегодня она очень странная. Наверное, с минуты на минуту снова начнется ливень. Вообще то солнце, то ливень, то шквалистый ветер. Но все равно пыл перуанцев не охладила даже такая погода. Они действительно прошли, проследовали от центральной площади к стадиону, где, собственно, сегодня состоится игра. Тысячи, тысячи болельщиков до сих пор идут и идут по направлению к стадиону. Но в основном вы видите футболки красно-белого цвета. Команда Франции, понятно, определенно сильнее. Но нужно понимать, почему столько перуанцев приехало сюда. Потому что для Перу эта игра не просто рядовое событие, не просто обычное соревнование. Они ждали этого 36 лет. Мы летели вместе с перуанцем, которому сейчас 56, так вот он с 20 лет ждет, что его сборная попадет на чемпионат мира. Представляете, это целая жизнь. Конечно, наверное, перуанская сборная сегодня не выиграет, но все-таки болельщики надеются на лучшее. Давайте послушаем. Сегодня будет очень сложно. Мы хотим победить и надеемся, что это удастся. И счет будет 2-0. Ну, кто-то из болельщиков, как мы, прилетел с самолетом. Кстати, наш борт был на 95% состоял из фанатов перуанской команды. Ну, а кто-то приехал поездами. Большая часть болельщиков приехала составами из разных городов нашей страны. Встречали их хлебом и солью. Играл духовой оркестр, ну, а сами фанаты отвечали взаимностью и благодарились за такой теплый прием. Спасибо, Путин. Ну, а сейчас мы вслед за болельщиками отправляемся тоже к центральному стадиону. И следующее прямое включение, надеемся, будет именно оттуда. Коллеги. Спасибо, Анна Лазарева. О предстоящем Екатеринбурге футбольном матче между Францией и Перу.